Здравствуйте друзья. Сегодня у нас очередная интересная новинка. Микроволновый Zigbee датчик присутствия Acara FP1. В первой половине января этого года, он буквально на пару дней появился в продаже на Алиэкспресс, о чем я сразу написал в своем телеграмм канале. И конечно же я не стал ждать, а сразу заказал его, за что отдельное спасибо всем, кто поддерживает мой проект на сервисе Patreon. Ссылки по которым гаджет был замечен на Алиэкспресс я оставлю в описании, проверяйте. Главным отличием героя обзора от привычных инфракрасных датчиков движения, является принцип действия. Это активный датчик, который излучает высокочастотный радиосигнал, и при помощи приемника регистрирует изменение его частоты в результате отражения движущимся объектом эффект Доплера. Таким образом он способен определять и положение в пространстве, и направление движения объекта, в том числе и через преграды. А главное, он фиксирует наличие даже очень мало подвижных тел, например спящих, поэтому его назвали датчиком присутствия. Модель Акара FP1-RT-CZ-CJQ11LM. Тип устройства микроволновый датчик присутствия. Угол охвата 120 градусов, максимальная дальность 5 метров. Интерфейс ZigBee 3.0. Питание USB, кабель 2 метра. Рабочая среда. Температура от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 95%. Поставляется устройство в белой картонной коробке, характерно для китайских версий гаджета Вакара. Об этом свидетельствует также обилие иероглифов. На сторонах коробки имеется фотография девайса, модель, логотип производителя и краткие технические характеристики. Продавец хорошо упаковал посылку, доехала в полном порядке. В самой коробке тоже предусмотрена некоторая защита. Устройство закреплено в центре в держателе, так что со стенками оно не соприкасается. В комплекте поставки сам датчик, сетевой блок питания с плоскими разъемами, крепеж и небольшой буклет с инструкцией. Дополнительно для работы ничего не нужно, кроме конечно ZigBee шлюза. Перед тем как перейти к датчику, еще пару слов скажу о комплектных аксессуарах. Для установки датчика предлагается два способа. Первый жестко закрепить металлическую пластину и на нее устанавливать имеющий магнитное основание датчик. Второй крепить на двусторонний скотч. Блок питания рассчитан на входное напряжение от 100 до 240 вольт и имеет плоские вилки. Выходное напряжение стандартное для USB 5 вольт и ток до 1 ампера, то есть мощность до 5 ватт. Также датчик можно подключить к USB портам удлинителей, зарядок для гаджетов и т.д. Инструкция ожидаема на китайском, но из полезного можно увидеть угол охвата датчика 120 градусов с фронтальной части и 40 градусов сбоку. Корпус устройства сделан из матового пластика и имеет закругленные края. Он глухой, без отверстий, для микроволнового датчика они не нужны. Так как это активное излучающее устройство, ему необходимо постоянное питание, для чего служит несъемный USB кабель. С задней стороны есть наклейка с инсталл кодом для безопасного подключения к шлюзу, но вполне можно обойтись и без него. Причем это не просто подставка, это полноценная раздвижная ножка, позволяющая регулировать положение датчика в зависимости от того, куда его необходимо направить. Под ней находится кнопка сопряжения и окошко светодиода активности. Тут все стандартно и привычно. Нужно жать на нее, пока диод не мигнет три раза. Так как провод, выходящий из корпуса датчика, может создать определенные неудобства при его установке, для их минимизации конструкция сделана так, что датчик можно вращать. Таким образом можно добиться максимально оптимального расположения устройства. Подкручим героя обзора к питанию и перейдем к логической части. Сразу уточню, если на экране вы видите три скриншота в ряд, это Android, если два, это iOS. Базовой, а на момент выхода этого видео и единственной системой управления, работающей с этим датчиком, является Acara Home. В Android версии приложения, даже в регионе Китай, в списке устройств он выглядит как высокочувствительный датчик движения, слева в верхнем ряду. Указываем шлюз, на который подключать устройство, у меня это Acara M2 и, дождавшись подтверждения его перехода в режим сопряжения, удерживаем клавишу на датчике до трех вспышек диода, как показано на иллюстрации мастера подключения. Сопряжение прошло совершенно нормально. Название по умолчанию на китайском, а тип устройства, если перевести буквально, датчик человеческого тела. Картинка, которая появилась в списке устройств уже соответствует действительности. В отличие от датчиков движения, статус у этого датчика другой, кто-то есть или никого нет. Как я и сказал, устройство совсем свежее, и его плагин в Android версии явно не доработан. Как он выглядит, можно увидеть на правом слайде. Причем нет разницы какой язык установлен, русский или английский. Поэтому дальше будем смотреть iOS версию. Начнем с списка доступных устройств, тут уже корректная картинка датчика. Выбираем его и указываем шлюз. Процесс подключения аналогичен Android версии. На самом деле, его повторять не надо, если датчик уже подключен, он будет виден в системе. Я это делаю только для иллюстрации процесса. Вернулись к тому моменту на котором остановились, датчик подключен. Тут плагин уже функционален и на главной странице отображает что-то вроде карты, это зона действия датчика. Она разделена на 24 зоны, которые можно определить при помощи меню, которое находится внизу. Зоны или как тут написано области, делятся на две категории, обнаружения и другие регионы. Сейчас разберемся что к чему. Начнем с областей обнаружения. Сразу скажу, что создавать их не обязательно. Они нужны для того чтобы не просто определять наличие человека, но и в какой зоне он находится. На карте выбираем один или несколько квадратов, выделяя их тапом по экрану. Далее называем ее. В примере я назвал эту область центр. Тут же можно выбрать и свой цвет заливки. Других вариантов кроме области обнаружения в этом разделе нет. А вот во втором есть три варианта, которые называются источник помех, выход и край. Насколько я понял источник помех нужен для отсечения тех областей на которые не нужно обращать внимание. Выход для обнаружения входа и выхода в помещение, а вот применение для зоны край я пока не придумал. В остальном то же самое, выделяем квадраты и называем выбранную область. Созданные области будут видны в списке каждой из категорий, а также отображаться на карте с соответствующими названиями. Меню параметров. Наибольший интерес как обычно тут представляет раздел настроек. Тут обнаружилось три настраиваемые опции. Режим мониторинга, фоновая картинка и расстояние, я бы назвал его чувствительность. В режимах мониторинга есть два варианта, ненаправленный, который просто определяет факт присутствия, и мониторинг слева и справа, который определяет положение относительно датчика. Фоновая картинка позволит сделать план комнаты, разместив различные объекты и предметы интерьера. По задумке это позволит визуализировать местоположение человека в комнате. Чувствительность имеет три степени настройки. Близко, средняя и далеко. Это позволит отсечь обнаружение людей вне зоны мониторинга. Довольно наглядно работу датчика можно увидеть в журнале сработки. В отличии от датчика движения, тут множество статусов. Кроме кто-то есть и никого нет, которые отображаются на его иконке в приложении. Есть события, кто-то вошел, вышел, удаляется, приближается. На левом слайде события в режиме ненаправленного мониторинга, на правом с разделением справа и слева. Положение указывается в скобках после события. В старте местоположение человека отображается синим значком. Я проводил эксперимент с несколькими людьми в зоне действия, но значок был всегда один. Становясь в разные точки комнаты, можно определить местоположение различных предметов и расставить их из меню фоновых картинок. С ним кстати обнаружился глюк. Поле в нижней части с выбором объектов не убирается и не дает разместить предметы в нижней части карты. А также, если каким-то чудом вам удастся это сделать, как получилось у меня с кроватью на левом слайде, то ни повернуть, ни переустановить, ни удалить ее не получится. Очень надеюсь, что это поправят как и плагин на андроид. Перейдем к автоматизации. Датчик может работать в меню если, как триггер вызывающий срабатывание автоматизации. Доступно 9 пунктов, причем первые четыре не переведены на китайском. На правом слайде я перевел их сам. Как раз именно они практически аналогичны датчикам движения, кроме пункта движения в течении времени. Остальные 5 как раз специфические, на которые способен только такой датчик. Кто-то вошел, вышел, приближается и удаляется, а в конце детекция в регионе. Для второго и четвертого пункта, движение и его отсутствие в течении времени, можно задать интервал от 0 до 23 часов 59 минут. Для пятого пункта можно задавать события для созданных областей, у меня тут две, центр и диван. Четыре варианта событий, наличие и отсутствие людей, вход и выход. Для примера, на левом слайде отработает сценарий наличия человека на диване область софа, а на правом сценарий обнаружения человека в принципе. Как и другие zigbee датчики, которые подключены к шлюзу, герой обзора может быть применен в режиме сигнализации, как триггерное устройство. Тут доступны все те же варианты событий, которые мы только что рассмотрели в автоматизациях. В данном примере, при постановке на охрану, сигнализация сработает, если датчик обнаружит чье-то приближение. Мой шлюзокара М2 проброшен в Apple HomeKit в режиме моста, в нем он пробрасывает в систему свои дочерние устройства, в том числе и героя обзора. Который виден сверху в виде иконки с человечком и названием датчик присутствия. Статус тут такой же, не движение, а именно кто то есть. Для применения в автоматизациях можно использовать два статуса, обнаруживает присутствие и прекращает обнаруживать присутствие. В этом тесте я размещу датчик за картонной коробкой, вне зоны прямой видимости. Для микроволнового датчика она не является препятствием, как и дерево и прочие радиопрозрачные материалы. По моим наблюдениям, длительность интервала перехода в состояние никого нет, после того как датчик выражаясь языком HomeKit прекращает обнаруживать присутствие, до 30 секунд может быть меньше. Коробка не помешала датчику обнаружить мое появление в зоне его действия. Еще один тест. В нем, в зоне действия датчика находилась кровать, на которой спали люди. Ни разу в течении ночи он не перешел в состояние никого нет, время от времени реагируя на редкие движения парным событием. Кто то приближается, кто то удаляется. На данный момент в ходе тестов, я не зафиксировал ни одного пропуска, чтобы в зоне действия датчика кто то был, а он думал что никого нет. Как я и сказал на дату обзора, датчик поддерживается только в Akara Home. В Mi Home я сделал попытку подключить его через шлюз Mi 3, но он вообще не увидел датчик. Именно не увидел, а не подключил неподдерживаемое оборудование. На моей практике это уже второй такой случай. Первый был с европейской версией выключателя Akara H1EU. Сигню к ординатору на базе CC2652P я использую последнюю январскую прошивку модуля. Физически датчик подключился. Но как и следовало ожидать устройства не поддерживаемые. Из полезного отсюда можно получить модель Zigbee и узнать то, что датчик несмотря на стационарное питание является конечным устройством. Из-за специфических событий которые он шлет, вариант с шаблонным созданием внешнего конвертера у меня не получился. Буду держать вас в курсе новостей по его поддержке. Могу сказать, что датчик очень многообещающий, причем если сравнивать с аналогом от Tuya, я имею ввиду потолочный, более бюджетный, хотя обычно бывает наоборот. Надеюсь, что те несколько десятков устройств, которые ненадолго появились в продаже на Алиэкспресс и были очень быстро раскуплены, дадут импульс к реализации их поддержки в альтернативных системах управления. Я тоже планирую заняться этим вопросом. В данном случае мне хотелось просто поскорее познакомить вас с этим устройством, поэтому я на первый раз ограничился штатным функционалом. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok